никогда не думал что на льду без коньков может быть более неустойчиво чем в них а случается это когда вы надеваете специальную обувь для керлинга вот уж где ожидание и реальность расходятся неимоверно так это здесь и если на телеэкраны спортсмены грациозно скользят по поверхности ледяного поля то в реальности ты как неуклюжая корова пытаешься хотя бы удержать равновесие не говоря уже о том чтобы сделать достойный бросок надеюсь после этого сюжета вы поймете какая на самом деле это непростая игра керлинг спортсмена в керлинге во время свипа натирание льда сравнивается как бег спринтер на 100 метров то есть сердечный импульс превышает там 140 ударов в минуту а сейчас я открою главный секрет натирание льда делается для того чтобы камень ускорил свое движение достигается это благодаря специальному водянистого покрытия пэбу это такие горочки грубо говоря которые замерзают и по ним камень собственно и едет и для того чтобы увеличить его скорость вот мы есть а я был набор чтобы притормозить нет нет чтобы увеличить вы как бы эти горочки немножко снимаем и вот дальше а бывает такое что нужно притормозить или бывает часто но это к сожалению ничего не никак не регулирует то есть тормозить нельзя нельзя только только разгонять сам камень кстати весит почти 20 килограммов и хотя его не нужно поднимать а лишь только толкать делать это правильно все равно очень непросто моя задача как своего рода как в шахматах понять как лучше правильно сделать бросок чередовать или же выбить или в какой-то момент лучше пропустить вообще этот бросок то есть именно тактика я начала заниматься 44 года назад привлек у меня тем что тут именно нужно думать потому что здесь физические упражнения сочетаются с умственной деятельностью и именно это для меня ценно ценность же самого игрока определяется в первую очередь даже не метким глазом и умелой рукой а способностью работать в команде каждый игрок мало того что отвечает за свой бросок он также несет ответственность за всех игроков команде потому что если нет слаженности в команде игры не получится нужно уметь работать в команде слышать и не просто слышать а слушать друг друга помогать поддерживать в какой-то момент потому что у каждого игрока бывают какие-то провальные моменты иногда просто не твой день и нужно вовремя поддержать чтобы команда выиграла и вы вместе получили свое заветное место хочется отметить что наши спортсмены несмотря всего лишь на одну тренировку в неделю на непрофессиональном поле получают неплохие места в серьезных состязаниях ребята на первенстве среди юношей до 19 лет заняли бронзовые медали то есть третье место девушки на 10 зимней спартакиаде заняли четвертое место также могу отметить наших инвалидов колясочников которые занимаются чуть чуть поменьше чем классический керлинг то есть третий год колясочники команда колясочников занимала два раза четвертые места на чемпионате кубки россии очень надеемся на дальнейшие успехи нашей сборной и желаем новых побед